Всем привет, ребята! Вы на канале Hamsters Family. Само меня зовут Аля. И сейчас вы видите маленьких хомячат. Сегодня я собираюсь снять видео про игры с ними. Надеюсь, оно вам понравится. Так вот, я подготовила довольно много разных игр с хомячками для вас, моих подписчиков или зрителей. Если ты еще до сих пор мой зритель, то скорее подписывайся на канал. Давайте же скорее начинать. Первая игра – простынка. Нужно посадить хомячка на пол или на кровать, например, и прикрыть простынкой. Грызун обязательно должен заинтересоваться и исследовать новые места именно так. Не знаю, работает ли это, но мы попробуем, чтобы вы знали, правда ли это хорошая игра. И можно ли играть с вашими грызунами именно так. Вторая игра – кусочки салфеток. Я думаю, с хомячками все будет точно нормально. В этой игре просто нужно наложить кусочки салфеток в какую-нибудь емкость. Сначала, конечно же, дав попробовать хомячатам салфеточки, понравятся ли они им. Можно поиграть с хомячком вклад тоже с помощью салфеток. Для этого понадобится какая-то емкость. На дно нужно положить лакомство или то, что нравится вашему хомячку. И все это прикрыть рваными салфеточками. Пусть он пророет какой-то подкоп, чтобы достать эту вкусняшку или что-то приятное. Следующая игра – лабиринт. Этот лабиринт можно сделать из всех подручных средств, которые у вас есть. Можно использовать любое. И пусть хомячок лазит. Четвертая игра – это рулон, запятая втулка. Так я назвала. Нужно играть с хомячком с помощью вот такой втулки от туалетной бумаги. Сейчас она оказалась прямо рядом. Хомячок может использовать ее вместо колеса, если он у вас совсем маленький. И просто исследовать ее. Ну и пятое я бы назвала. Это даже не игра. Это такая эксперимент. Рука в клетке. Я бы очень хотела, чтобы вы воспользовались моими идеями, потому что я реально очень долго искала эти игры. Мне понадобилось для этого много времени. В общем, мне было бы приятно, если бы вы поставили лайк этому видео. Давайте приступать к первой игре. Мы начнем первую игру. И, кстати, кто не знает этого хомячка, зовут Пончик. Сегодня мы с ним поиграем тоже. Именно в первую игру простынку. Иди сюда, Понечка. Хомячок наш. Мы просто садим хомячка на простынку. И прикрываем с одной стороны. Как же у нас следуют новые места. Посмотрите, как смешно двигается одеяло. Простынку можно поиграть довольно легко. И хомячку должно понравиться. Только не уползай под диван. Хома. Хомка с удовольствием возвращается назад и убегает из простынки. Посмотрите на это чудо, которое очень сильно любит исследовать что-то новое. Ну и, в общем-то, вот такая игра. На самом деле, цель нашего видео просто проверить разные игры, работают ли они. Но и игре простынка мы ставим плюсик. Следующая игра. Кусочки салфеток. Или клад. В эту игру мы поиграем с маленькими хомячатами. Сначала я думала, что в эту игру я не смогу поиграть, потому что мне казалось, что у нас дома нет никакой емкости, куда можно посадить хомячонка и накидать туда разных кусочков салфеток. Но все-таки она нашлась. С этой стороны я посажу хомячонка, и он будет рыться. Прикол в том, что все игры как-то связаны с бумагой. Что втулка, что салфетки. Ну и, в общем, мы просто должны накидать сюда салфеток. Если у вас есть желание, то на дно можете положить какое-то лакомство. На дно я хочу положить кусочки яичка. Все-таки сейчас я садила сюда беляночку. Я тоже это снимала на видео, но она совсем не хотела. И пришлось мне садить сюда плюшу. Вот она. Она очень сильно раздьется салфетки. Так что плюшка совсем даже не против. Плюша, вытащи из ротика. Ой, сбежала. Давай сюда прыгай. Тут же яичко на дне вкусное. Плюшка совсем немного съела яичко и убежала оттуда. Она набила себе все щеки этой бумагой. Так что игра эта немного странная. Не советую ее проходить к вашим хомячкам. Я оставлю этой игре полу-плюс. Следующая по плану это лабиринт. Лабиринт можно сделать из чего хочется. Например, одну из стен я сделаю из вот такого покрывала. Я хочу сделать одним из препятствий вот такую коробочку с едой. Я положу ее вот так на потеплюшки. В общем, вы в конце концов сами все увидите. А пока я сама построю лабиринт без видео. Делаю этот лабиринт. Параллельно я снимаю видео, сторис в инстаграм. Ссылка на мою личную страничку в описании под этим видео. И на аккаунт хомячков тоже. Яблочки. Это у нас награда. Ребята, наш лабиринт готов. Одна сторона специально такая в складочках, чтобы сюда было удобно поставить водичку. Сначала я посажу сюда пончика. Он проходил у нас первую игру. Ну, хомка, давай. Иди в лабиринтик. Хомка заинтересовался яичком. И вот этой крышечкой от корма. Хома, хватит копать! Выбирайся! Пончик дошел до финиша. В лабиринт я специально положила два яблочка для пончика и плюшки. И пончик заслужил одну из них. Пусть грызет. Молодец! Теперь я сажу в этот лабиринтик плюшку. И надеюсь, что ей в нем понравится. Ну, плюша, выходи. А меча-то уже так выросли, что их сложно отличить от плюшки. Иди сюда. Мне кажется, плюшка со своим любопытством обязательно перелезет через эти края, но посмотрим. Маленькая плюша. Давай, 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 давай. Ты куда? Плюшка, как и пончик, заинтересовалась этим кормом. Она уже начинает его грызть потихонечку. И она решила попить водички. Почему-то плюша стала сильно много грызть, всяких тряпочек и многое другое. Плюша полезла в домик. Комка этого не делала. Но плюша у нас особенная. Плюшу я часто называю мышкой, потому что у нее очень остренький носик, и она сама по себе такая необычная и милая. В общем, давайте ждать, когда же плюша наша вылезет скорее уже. Ну, плюш, вылазь скорее. И, кстати, я засекла тут такое, что хомячонок катается на колесике. Время летит, плюша не вылазит. Плюша вылазит из домика, но уже с ватой. Молодец. Молодец, плюша. Плюшка, это тебе награда. Плюшка, как и пончик, прошла лабиринт. И теперь настала очередь игры рулон-втулка. Обязательно подпишись на канал. И поставь лайк, пожалуйста. Она у меня уже готова, вот. Сейчас я хочу подождать, чтобы плюшка пока не нервничала хомячата тоже. И начну запись чуть позже. Давайте ждать. Кстати, игре лабиринт я ставлю огромный плюс. Ребят, прошел уже почти час. И сейчас я уже готова играть. Я думаю, нужно взять хомячат для этой игры, если они, конечно же, захотят. Хотя лучше снять реакцию и плюшки, и пончика, и хомячат. Только посмотрите на плюшку. Как она легла. Вот наша маленькая мышка. Беляночка или беляшка. Маленькая. Поскольку все хомкие сейчас спят, я возьму плюшу. Плюшек готов. Втулка готова. Теперь садим плюшеньку во втулку. Она сильно копается. Плюш. Ну ладно, я отнесу ее назад в клетку. И теперь возьмем понику. Ну давай, хомка. Хомке тут тоже прикольно. Хом, вытряхивайся. Я заодно и посажу его в тот домик, где были салфеточки. Ему здесь не понравилось. И осталось поглядеть только на реакцию хомячоночка. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Вот он где. А хомячонку еще понравилась вот эта вот баночка для салфеток. Ему здесь интересно. Вот ты, малыш. Выходи сюда. Я уже отпустила хомячонка на место, и он забрался в домик. Мне кажется, игра эта довольно интересная. Так что поставим ей плюс. Но есть один маленький недочет, что играть можно только очень быстро, потому что хомячок сразу из этой втулки выбирается. Так что не знаю, какие у вас по характеру хомячки. Ну и следующее, я уже вам про это говорила, это маленький эксперимент. Просто так кладем лук в клетку и посмотрим на реакцию хомок. Хомячонок меня кусает. Хомячонок, не надо. Хомячонок, хватит меня кусать. Малыш, маляпусик, не кусай меня. Плюша меня копает. Ой, господи, боже мой, плюш. Ну, у меня же рука-то живая все-таки. Ну, вот этот эксперимент довольно прикольный. Летенок. Ты что, мне палец кусаешь, хома? Положим в другой стороне. Хомки. О, Винни вылез. Винни. Привет. Ну, как интересно. Рука скажет интересно. Вот, и надо сверху пойти и убежать. Прикольное занятие в целом. Хомячонок, какой ты милый. Ой, хватит меня кусать. Больно. Хом. Хомчик, не кусай меня. Хватит. Хомик. Маленький. Ну, ладно, мне кажется, можно убирать руку. Эксперимент рукав клетки довольно прикольный, так что, если вы хотите, тоже можете попробовать. Теперь нужно засунуть руку в клетку хомчика. Проблема в том, что клетка хома очень сильно воняет. Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, почему. Ну, мне самое интересное. Фу, вонь какая. Хома. Мне кажется, хома не будет никак реагировать. Я уже вытащила руку, потому что, мне кажется, делать это бессмысленно совсем. Хома вообще никак не реагирует на руку. Ну, ладно, что есть, то есть. Я поставила этой игре плюсик, потому что она реально прикольная. Получается, проигрывает у нас игра кусочки салфеток или клад. Но, возможно, я что-то не так сделала. Так что, не буду вам говорить точно. Если вы хотите, можете тоже попробовать, хотя я вам не сильно это советую. Но, все же, все игры довольно хорошие, интересные. Хомячкам понравились. Все равно же это не минус, а полуплюс. Так что, можете пробовать. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И до встречи!